Атом. Сложная частица. Решение задач на тему вычисления средней относительной атомной массы. Цель урока. Объяснять физический смысл понятия нуклиды и нуклоны, вычислять среднюю относительную атомную массу в смеси природных изотопов элементов. Сегодня вы узнаете о этапах открытия сложного строения атомов, о понятиях нуклоны, нуклиды, изотопы, изобары, изотоны. Вы научитесь определять число нуклонов в атомах, распознавать изотопы, изобары и изотоны, вычислять среднюю атомную массу химических элементов. Тема строения атома уже изучалась в курсах химии 7 и 8 класса, и я думаю, вы помните о том, что атом имеет сложное строение. В центре атома находится положительно заряженное ядро, состоящее из протонов и нейтронов, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные электроны. Протоны и нейтроны сосредоточены в ядре атома. Протоны – это частицы с положительным зарядом, а нейтроны – это частицы, не имеющие заряды. Электроны образуют вокруг ядра электронную оболочку. До XIX века атомы считались неделимыми, но затем, по мере накопления опытных данных, пришлось отказаться от такого взгляда и признать, что атомы имеют сложный состав и строение. Изучение строения атомов началось после открытия периодического закона. То есть открытие периодического закона подготовило наступление нового этапа развития химии. Итак, каковы же основные этапы открытия сложного строения атома? Первый этап. В 1887 году английский физик Джон Томпсон открыл электрон. Второй этап. В конце XIX века французский физик Анри Бекерей открыл явление радиоактивности. Третий этап. В 1911 году Эрнест Резерфорд предложил ядерную модель строения атома, согласно которой атом состоит из положительно заряженного ядра, которое окружено электронной оболочкой. Понятие протон, нейтрон и электрон вам уже знакомо из курса химии 8 класса. Сегодня мы с вами вспомним понятие нуклоны. Что же такое нуклоны? Совокупность протонов и нейтронов называется нуклоном. Атомное ядро сложное положить на заряженные частицы, состоящие из нуклонов, связанных между собой ядерными силами. Запишите эти определения в своей тетради. Как же определить общее число нуклонов? Число нуклонов в ядре атома элемента равно атомной массе элемента, округленной до целого числа. Например, относительная атомная масса фосфора равна 30,9738, это 31 нуклон. Относительная атомная масса натрия равна 22,9898, это 23 нуклона. Запишите определения и примеры в тетради. Общее число нуклонов в ядре называется массовым числом и обозначается буквой А. Число нейтронов в ядре обозначается буквой Н, а число протонов – буквой Z. Отсюда простейшая формула А равно Z плюс Н. Запишите эту формулу и определение в тетради. Теперь разберем понятие нуклиды. Нуклид – это конкретный атом химического элемента, имеющий определенное значение заряда ядра Z и определенное массовое число А. Например, вам предлагается в качестве примера три нуклида. Нуклид углерода с массовым числом 12 и зарядом 6. Нуклид кислорода с массовым числом 16 и зарядом 8. И нуклид хлора с массовым числом 37 и зарядом 17. Это нуклиды. Запишите определение нуклида и примеры в тетради. По происхождению нуклиды делятся на природные и искусственные. Природные выделяются из природных объектов, а искусственные получаются специально в лабораториях. По устойчивости нуклиды делятся на стабильные и радиоактивные. Общее число известных ученым нуклидов приближается к 2000. Из них устойчивых, то есть существующих в природе, около 300. Среди нуклидов различают изотопы, изобары и изотоны. Понятие изотоп вам знакомо. Давайте вспомним данное понятие. Изотопы – это нуклиды одного элемента с разным массовым числом. Например, два нуклида кислорода с массовым числом 16 и с массовым числом 17 друг к другу являются изотопами. Следующий пример. Два нуклида углерода с массовым числом 12 и с массовым числом 14 также друг к другу являются изотопами. Запишите определение изотопов и их примеры в своей тетради. Изобары. Это нуклиды разных химических элементов, имеющих равную атомную массу. Например, нуклид кислорода с массовым числом 18 и зарядом 8, и нуклид фтора также с массовым числом 18, но с зарядом 9. Данные нуклиды друг к другу являются изобарами. Следующий пример. Нуклид углерода с массовым числом 14 и зарядом 6, и нуклид азота также с массовым числом 14 и зарядом 7. Данные нуклиды также являются друг к другу изобарами. Запишите определение изобаров и их примеры в тетрадь. Изотоны. Это нуклиды разных химических элементов, имеющих равное число нейтронов. Например, нуклид углерода с массовым числом 14 и зарядом 6, и нуклид кислорода с массовым числом 16 и зарядом 8. Вычислим число нейтронов в каждом из этих нуклидов. 14 минус 6 – 8 нейтронов, 16 минус 8 – также 8 нейтронов. Данные нуклиды являются изотонами. Следующий пример. Нуклид калия с массовым числом 39 и зарядом 19, и нуклид кальция с массовым числом 40 и зарядом 20. Количество нейтронов в данных нуклидах равно 20. Это изотоны. Запишите определение изотонов и их примеры. Еще одна цель нашего урока – изучить подсчет средней относительной атомной массы элементов. Для этого нужно учитывать массовую долю каждого природного и искусственного изотопа элемента. Например, элемент рубидий имеет два изотопа. Изотоп с массовым числом 85 – количество в природе 72,2% или 0,722 массовой доли. Изотоп рубидия с массовым числом 87 – 27,8% или 0,278 массовых долей. Для вычисления относительной атомной массы рубидия необходимо массовую долю каждого изотопа умножить на массовое число данного изотопа и полученные значения сложить. Получаем 85,556. Запишите этот пример в своей тетради. А теперь выполните задание к данному уроку. Первое задание. Выберите среди предложенных нуклидов изотопы и изобары. Вам представляются дескрипторы для данного задания. Следующее задание. Вычислите среднюю относительную атомную массу химического элемента медь, имеющего два изотопа. Купрум-63 с массовой долей 69,1% и Купрум-65 с массовой долей 30,9%. Обратите внимание на дескрипторы. Домашнее задание. Параграфы 1,2. Выполните упражнения. На странице 10, упражнения 12. На странице 15, упражнения 4, А и Б. Для лучшего изучения данной темы представляются дополнительные учебные ресурсы. Вы можете просмотреть видеоматериалы на платформе Belimland по данным ссылкам.